Приветствую вас на канале Техревизор! Крутой беспроводной пылесос будет стоить не менее 15 тысяч рублей, но практически такую же вертикалку можно купить втрое дешевле, только она будет с проводом. Для рейтинга я отобрал 7 лучших вертикальных пылесосов стоимостью до 5 тысяч рублей. Основными критериями отбора послужили дизайн и удобство использования, качество сборки, мощность всасывания и комплектация. Далее я вкратце расскажу о функциональных особенностях каждой модели. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Ну а теперь приступим! На седьмом месте топа расположился Starwind SCH1310. Один из самых дешевых пылесосов на рынке. На текущий момент стоит около 3,5 тысяч рублей. При этом Starwind может похвастать продуманной конструкцией. Пылесборник опустошается одним движением, но при необходимости можно извлечь его и почистить. Турбина дешевая, пластиковая, но с микроциклонной фильтрацией, что даже в среднем классе встречается не всегда. Управление самое простое в мире. Всего одна кнопка – включить-выключить. Моторизованной насадки у Starwind нет и производитель сделал телескопическую штангу. Даже в сложенном виде она достаточно длинная и в целом рассчитана на пользователей среднего и высокого роста. Несмотря на заявленную мощность 1000 ватт, на ковре от Starwind мало пользы, зато на ламинате он собирает любые разновидности старинок, а в труднодоступные места можно забираться при помощи дополнительной насадки 2 в 1. Шестое место занимает Endeavor WC-288. Этот пылесос немного дороже, но выглядит более изящно. Глянцевый пластик блестит на солнце и будет актуально выглядеть в квартире с современным ремонтом. Моторный отсек и пылесборник расположены вдоль рукояти, поэтому занимают меньше места. Для управления тоже используется единственная кнопка, но она ложится под большой палец. Включать и выключать можно одной рукой. Микроциклонов нет, зато есть полноценный хепофильтр, который можно промывать под водой. Вместо телескопической штанги используется составная, что не так удобно, зато расширяет сферу применения пылесоса. Ставим одну часть штанги и с чистой совестью вручаем пылесос ребенку, либо ставим обе части и пылесосим самостоятельно. Раструк с выдвижной щетиной такой же, как у Starwind. Шерсть ковра не соберет, но соринки подбирают качественно. Особенность Endeavor WC-288 – насадка-трансформер, которая всегда установлена на патрубке. Просто отстегиваем штангу и Endeavor тут же превращается в автомобильный пылесос. Пятую ступеньку топа занимает Hyundai HVCH-02. Вертикалка от Hyundai выглядит стильно. Классический дизайн и сочетание округлых и угловатых элементов конструкции выделяют Hyundai на фоне конкурентов. Еще одна особенность этого пылесоса – длинный шнур – 7 метров, для хранения которого с обратной стороны штанги даже сделали специальный держатель. Теперь пару комнат можно пропылесосить из одной розетки. Пылесборник на 30% вместительнее, чем у аналогов, но следует учитывать, что пластиковая сетка забивается быстро, поэтому полностью забить контейнер вряд ли получится. Сработает защита от перегрева. Основная насадка сделана качественно. Благодаря большим колесам ее удобно вести по коврам, но она не моторизована, поэтому рассчитывать можно только на поверхностную уборку. Выдувные отверстия направлены вверх, а не в стороны, из-за чего пылесос выдувает воздух в лицо, а пусковая клавиша не отличается надежностью. Если бы не эти недостатки, Hyundai поднялся бы в рейтинге выше. Четвертое место занимает Syntec ST2561. Простой и несколько громоздкий пылесос, особенно на фоне изысканного Endeavor или Hyundai. Массивный моторный блок расположен прямо над рукоятью, из-за чего вести вертикалку не очень удобно. Кнопка запуска далеко на лицевой панели, добраться до нее можно только второй рукой. Зато по практическим результатам работы Syntec ST2561 легко обходит конкурентов. Он действительно мощный и вытягивает пыль из ковров. У пылесоса качественный хепофильтр, который будет служить годами, а очищать пылесборник можно одним движением. Но злоупотреблять этим не следует, поскольку без периодической прочистки фильтр придет в негодность. Для удобства работы в наличии алюминиевая штанга с телескопической конструкцией. Помимо основной насадки в коробку положили щелевую и маленькую щетинистую. Хранить пылесос со всеми аксессуарами можно в специальном кронштейне на стене. Тройку лучших открывает VTEC WT1831. Необычный пылесос классического типа. Моторный блок и колба находятся внизу, ближе к воздуховоду. Это повышает эффективность всасывания и снижает нагрузку на руку. Можно комфортно пылесосить хоть целый день. Мощности всасывания хватает для сбора крупы, крошек, наполнителя и для поверхностной чистки ковра. Только убирать под кроватью с такой конструкцией будет сложно. Второй серьезный минус – неудобство обслуживания. Чтобы опустошить контейнер, его нужно снять с основной насадки и излечь из моторного блока. При этом часть мусора может вывалиться в воздуховод. Зато в любой момент можно отстегнуть штангу и превратить VTEC WT1831 в компактный ручной пылесос для уборки в салоне машины. Можно даже коврики почистить. Нужно только потом промыть колбу. Из дополнительных насадок в комплекте поставляется только щелевая. Можно убрать пыль за холодильником. Серебряную медаль забирает RedKey P6C. Пылесос с сиомишным дизайном и длинным шнуром. Белый пластик, никаких декоративных элементов, простая и надежная конструкция. Рукоять P-образная, так что можно менять хват по ходу уборки. Важна опция в захламленной квартире. При этом назвать конструкцию RedKey P6C целиком продуманной нельзя, поскольку это один из самых неудобных пылесосов в плане обслуживания. Чтобы вытряхнуть мусор, нужно снять штангу, отстегнуть колбу от моторного блока и вытащить все фильтры. Сравните с пылесборником SYNTEK ST2561, который опустошается через шторку в днище. Главное достоинство RedKey P6C на фоне конкурентов – моторизованная насадка. Ее щетка выполнена с чердованием жесткой и мягкой щетины. Она подбирает любой мусор с пола и хорошо вычесывает шерсть из ковров. О глубокой очистке ворса речи не идет. Для этого пылесосу не хватает мощности. Но если в доме кошка и ковры, RedKey P6C будет куда полезнее, чем аналоги без турбощетки. Лидером рейтинга стал пылесос DIRMA DX888. Многофункциональный пылесос-трансформер. У него четкая подгонка деталей, строгая функциональность, ничего лишнего. Пылесборник продольный. Не самый удобный, но хотя бы не нужно снимать штангу. Просто извлекаем контейнер из тушки при помощи фиксатора. В наличии полноценный HEPA-фильтр, защищенный мягкой сеткой. При регулярной чистке прослужит долго. Особенность модели. Возможность менять конструкцию в одном из трех вариантов. Размещение рабочего блока внизу, как у VTEC VT1831. Чтобы пылесосить на больших площадях, не нагружая руку. Стандартная конструкция с рабочим блоком вверху. Оптимально, если в доме много мебели. И мобильный вариант для уборки в машине. Основная насадка не моторизована, но по сбору шерсти почти не уступает RedKey P6C, потому что волосы хорошо счищают скребок перед раструбом. К тому же, у DIRMA DX888 более мощный мотор. Пылесос легко затягивает крупу, мелкие камешки и даже монеты. Причем с основной насадкой. В труднодоступных местах можно использовать щелевую и маленькую насадку со щетиной. По сочетанию цены и качества, это однозначно лучшая вертикалка в эконом-сегменте. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.